программе вечерний разговор о спорте на радио городская волна сегодня разговариваем о роллер спорте у нас в студии наша программа президент новосибирской федерации владимир самулов здравствуйте 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 я напомню еще что для вас работаю я вероника иванова михаил якимов ну и сразу хотел спросить вот мы анонсирую то что вот буквально придет нам в эфир говорили о том что прошел новосибирский турнир что это за соревнования и получается это прям роллер фигурист это как лидовое фигурное катание на только на роликах на паркете что это за турнир и как он проходит на минусные выходные прошли у нас соревнования первенства города новосибирска по фигурному катанию на роликах коньках вы правы это аналогия с фигурным катанием на льду у нас практически такие же правила есть там свои нюансы но в целом это очень похоже то есть если вот так вот не смотреть что обута на ногах то можно представить что они катаются как будто на льду ну тогда спросить хочется сразу где это все проходит то есть это не каток или каток мне кажется какие-нибудь старые спортивные залы с паркетом который не очень наверно для этого не пригодят не подходят соревнования проходят на паркете на спортивном паркете естественно с ровным покрытием потому что любое любая неровность это будет чревато какой-то травм или срывом элементов поэтому дано ровном гладком покрытие мы проводили в спорткомплексе темп вот следующие соревнования первенства области и чемпионат россии и первенство россии мы планируем ввести в центре фехтования имени познякова на военный а мне вот в этом свете интересно чемпионаты первенства россии вы сказали во первых когда пройдут а во вторых ну смотрите такие соревнования как правило дают либо тем регионам которые только начали развивать и хотят о себе заявить либо тем кто уже хорошо известен и папу популярен в каком-то виде спорта где много хороших спортсменов какой категории относится новосибирск мы относимся наверно первое потому что если смотреть по россии то естественно самый большой регион это москва и московская область потом наверное мы будем сравниваться с тульской областью там большая федерация у нас на сибирск то есть примерно на равных ну и соответственно москва два раза уже проводила первенство чемпионат россии предыдущие два года проводила тула и теперь нам предоставили право проводить соревнования тоже на два там видно будет как проведем но как вообще реагируют участники болельщики то есть насколько их много это там 10 человек на весь регион там сотня тысяч то есть насколько популярен спорт ну спорт популярен если брать именно дисциплины фигурное катание то это около 60 спортсменов у нас еще другие дисциплины там тоже порядка 30 40 спортсменов но это именно те кто участвует соревнованиях не считая еще той массы детей и взрослых любителей которые занимаются ну для себя не для соревнований то есть именно кто-то вот фигурный катание на роликах ходит занимаются ходят занимаются сдают разряды готовит программы переживает те же самые страсти эмоции разочарования радости все как на льду а по элементам чем отличается коренным образом можно ли там тройной этого прыгнуть элемента на роликах делать сложнее потому что на льду сила трения меньше там конек помогает и выше прыгнуть и быстрее дольше про вращаться на роликах есть естественные опять сила трения препятствия которая дает чуть меньшую скорость ну собственно поэтому элементы чуть чуть сложнее делать и они чуть попроще то есть если сравнивать две дисциплины там два юношеских разряда то на роликах чуть-чуть полегче но когда фигуриста льда приходит ему становится тяжелее катать потому что он привык более легкому кату и первое время фигуристом тяжело освоиться вот с этими нюансами на роликах а если человек например не на том ни на другом не катался ему на земле все-таки проще научиться там на раскоростность не такая высокая как вот есть такие кто приходил и на коньках при этом не катался и на роликах тоже тоже пролюбитель ну на мой взгляд и по наблюдениям за нашими учениками первые шаги все-таки легче делать на ролик потому что длина база на которой стоишь вот эти четыре колеса не чуть больше чем на льду на льду ты должен сразу чувствовать вот это ребро то там лезвие нужно по прямой идет она немножко по дуге да 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 на роликах они стоят в ряд и поэтому несколько легче но после первых вот шагов элементы даже у фигуристов у детей начинается на льду поэтому я бы так сказал вначале встать легче на ролике потом научиться делать какие-то элементы легче на льду но потом назад на ролике очень много нюансов я так понимаю что федерация роллер спорта это не только про фигурное катание есть еще какие-то другие видности и вот у меня как раз еще есть вопрос чем там экстремальные коньки от обычных отличаются эти того что вы пришли как раз с коньками да вы уже на радио слушали к сожалению не увидите коньки но потом можно будет запись программ посмотреть на youtube-канале новосибирские новости и там как раз все эти отличия будет хорошо заметно ну вот прошу вас рассказать в чем же разница к 4 вида коньков сейчас у вас и да мы показываем для тех кто в ю тубе потом посмотрит и сейчас озвучим для тех кто нас слушает чуть-чуть вернемся назад потому что давать вопроса и не на 1 не ответил же пошел вторых у нас много дисциплин на они все в общем схожи либо там следовыми либо с лыжными видами в роллер спорте на данный момент 16 дисциплин есть фигурное катание есть скоростное катание это как шортрек как конькобежный спорт по кругу то есть тоже по кругу по прямой есть марафон на 40 километров то есть это вот это уже асфальт лины до скоростного до треки уличные и помещение есть хоккей на роликах есть слайды это фигурная остановка то есть разгоняешься встаешь боком дорожки и скользишь есть прыжки в высоту я нужно прыгнуть через планку на сегодняшний день рекорд по моему метр шестьдесят три то есть разгоняешься должен прыгнуть через планочку и еще фристайл слалом это но наверно базовое самое важное самая такая основная дисциплина роли спорта это где спортсмена выставляет три дорожки с конусами вокруг них фигурно объезжает а вот экстремальный кайф мальчики хабай поэтому сюда да это не совсем к нам у нас и в новосибирске и в принципе в россии есть федерация экстремальных видах спорта то есть как я говорю все что не горизонтально все что вертикальными с прыжочками это уже к ним то есть там у них тоже есть прямодельная дисциплина роллер-спорт где они на роликах делают различные элементы на рампе ну и с препятствиями через лестницы прыгают это уже туда ну и про отличие коньков какие подходят для каких видов ну начнем базовые ролики фитнес ролики так это любители для любителей для начинающих для тех кто не хочет там ну еще пока не делал какие-то сложных элементов они отличаются тем что у них мягкий ботинок которым очень комфортно кататься как правило у них есть пяточный тормоз который мы практически сразу откручиваем учим деток останавливаться по-другому ну и они легкие плюс в том что у них нога не устает но это в основном для прогулок по парку по прямой ну для отдыха делать на них какие-то элементы достаточно сложно потому что фиксация ноги достаточно слабенькая ну это для любительской такой именно прогулочный вариант так скажем да для прогулочный следующий вариант это хардбуд так называемый то есть это ролики немножко для экстремального катания для начальных видов экстремального катания для уличного то есть это уже честно вот похоже на хоккейный конек они больше жесткий стакан такой у них они до становятся цельными у них весь ботинок идет и снизу сверху пластмассы внутри находится такого типа носка в них уже можно прыгать даже некоторые ребята катаются на рампе с лесенок спускаются ну то есть это уже начало такого экстремального видно даже по ним вот тут немножко на них уже катались детки и уже есть царапины это вот что касается любительских то есть не спортивных направлений и у меня есть два ролика именно спортивно вот ролики для фрестая слалома они чем-то похожи на вот этот хардбуд единственная разница что у них нет внутри носка они идут цельным ботинком у них как правило три застежки на носках на пяточная крепеж и которые верхние бакли уже более похожи на горнолыжные ведь это ботинки больше да 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 горнолыжные они отличаются от хардбуд тем что еще больше фиксирует и более тонкие более такие интересные движения можно сделать на них и еще у них переднее заднее колесо как правило меньше диаметром либо становится выше не знаю зрителям видно или нет и они уже имитируют вот как на льду вот это как раз лезвие по дуге это дает возможность больше маневренности переходить на носочек на пяточку вот я развалом огибать фигуру до огибать конус идет различные элементы какие-то наверно колеса тоже мягкие или какой-то материал совсем другой колеса в основном полиуретановые раньше еще были кучу к то есть это специальный сплав пластика пластика резины но и в зависимости от покрытия бывают уличные которые более жесткие и бывает для indoor до для помещения были мягкие ну и ролики для фигурного катания они практически не отличается от ледовых ботинок абсолютно одинаковый а снизу находится рама также колесики стоят по дуге которые дают возможность сделать ребра дуги и повороты и впереди за место зубца находится такой резиновый стопор который заменяет собственно зубец и толчок на него при встать можно и совершать из него прыгать тройной тулуп то есть все-таки можно тройные тулупо делая на и делается меньше на одно зависит от длины то есть взрослые которые от 40 размера там бывает более длинная рама на 4 колеса профессионалов нет уже стопора им уже не нужно а как они снаться на этом мы видим есть спереди так такой приспособен как его назвали зовут а у остальных то как они останавливаются первая самая базовая остановка на роликах так же как на горных лыжах то есть мы ставим ножки косолапа чуть-чуть направляем носки друг другу наклоняемся вперед попу отклоняем назад и тем самым немножко притормажем это самый простой способ остановки называется еще остановка плугом ну а второй вариант тоже из таких простых это остановка с поворотиком то есть также как на льду или на коньках мы начинаем боком тормозить только здесь мы заходим в поворот понятно очень много тонкостей до косу 16 разновидностей и вот только для некоторых из них он сколько разновидностей ботинков у микрофона для вас работаю я михаил якимов моя соведущая вероника иванова а в гостях у нашей программы сегодня владимир самуйлов президент новосибирской федерации роллер спорта и продолжаем разговор о таком интересном виде спорта который к сожалению почему-то может быть иногда не так на слуху но тем не менее довольно много роллеров можно увидеть у нас и дети экстрим заниматься и в парках взрослые катаются поэтому о популярности в популярности сомневаться не приходится но все-таки где можно поучиться впервые может быть встать на коньки если особенно в возрасте человеку страшно может самому начинать куда прийти куда обратиться где работают школы тренировочные площадки в новосибирске вот такой вопрос вадима хотелось бы услышать ответ на него летом роли школы проводят занятия на улице там в парках парке городское начало в парке на станиславского парк победы вот зельцовском парке пока еще он не был закрыт на реконструкцию но надеюсь а с летом уже откроется там тоже проводится занять это что касается летом зимой у роли школу нашем городе есть свои площадки на которые можно прийти и в течение всего года заниматься ну я как руководитель федерации советую все-таки прийти к профессионалам и первые пару уроков хотя бы взять чтобы понять азы понять как правильно падать потому что это такой вроде бы мелочь но если ты знаешь как себя спасти и можно уберечь себя от травм и получить удовольствие от катания они первые там горький опыт и потом расстроиться потому что нужно все-таки первые шаги понять как делать потом уже самостоятельно в парке кататься вот по поводу школ у нас и на левом и на правом и даже в академ городке существует роли школы достаточно легко найти можно зайти к нам на сайт федерацию роли спорта в разделе обучения там тоже есть ссылки на роли школы и можно посмотреть как заниматься также ну наверное большинство роли школ проводит какие-то бесплатные мастер-классы или пробные уроки где можно прийти попробовать примерить на себя в том числе и про покупки роликов я не советую сразу покупать ролики идти и кататься я советую прийти попробовать для себя или тем более для ребенка понять нравится ли нравится примерить нормальные хорошие ролики и потом уже принять решение о покупке потому что нормальные хорошие ролики лучше покупать сразу хорошие а хорошая эта цена примерно 7-8 тысяч рублей но это вместе там со шлемом защиты то есть можно купить и за две за полторы но скорее всего удовольствие не получите а лишь такое разочарование то что у вас ничего не получилось хотя проблема может быть именно в реквизите а не в вашем умении ну то есть стартовый такой 7-8 с шлемом и с налокотниками и наколенниками получается или нет это только но это вот если брать хорошие фитнес даже ролики это вот цена ну на сегодняшний день к лету может быть чуть-чуть поднимется стоимость то сейчас не сезон ну да это именно вот хороших роликах те которые гарантированно будут держать или на стоп коленки и локти вас будут защищать шлемом поэтому да цена где-то такая на сегодняшний вполне подъемная цена например с хоккей так вообще еще скажите вот к чему надо быть готовым если ты хочешь научиться кататься да и тебе там уже не 15 лет надо какие-то основы там виде баланс держишь уже там не так наверное да как в детстве и прочее к чему надо быть готовым потому как иногда взрослый человек может там уделить пару вечеров там иногда там один раз в неделю может ходить если в таком обучение в таком освоении смысл на пять дней в неделю надо настраиваться по три часа там или на каждый день по часу вообще какая практика из нашего опыта сколько вот на 15 лет занимаемся и роллер школы и федерации последние пять лет три раза два три раза в неделю самое оптимальное чаще не стоит потому что мышцам нужно отдохнуть ну и чтобы это не приелось два три раза в неделю самое оптимальное у нас есть группы семейные которые занимаются вообще только по выходным группа вечерние занимается там понедельник среда или среда пятница поэтому два три раза в неделю самое оптимальное по количеству чему надо быть готовым надо быть готовым что будете падать к сожалению взрослые боятся падать и это естественно потому что мы уже пожили можем как это больно детки в этом плане чуть легче переносит все эти падения нужно быть готовым что первый день может немножко поболеть ноги но это такая вот приятная более вот нагрузки ну которую ты перенес ну да если опять же заниматься с профессионалом то в любом виде и мне кажется спорта или фитнеса можно получить удовольствие вот вы упоминали про семейные до занятия я насколько знаю вы готовите некий семейный проект где может будут заниматься все вместе мама папа дети что это за проект и как в него попасть на какую целевую тюрьму нацелен расскажу предысторию мы в 2019 году написали проект я в движении мы в движении этот проект рассчитан был на школьников аудитория 7-14 лет где мы планировали учить школьников которые не могут там допустим постоянно заниматься или там по финансовым причинам не не могут себе позволить купить ролики оплатить занятия вот рассчитаны были на них но к сожалению началась пандемия мы на полгода пришлось этот проект отложить и вот в августе двадцатого года мы его все-таки смогли реализовать спасибо и за ильцовскому парку который нас пустил то есть на на улице в тот момент уже можно было проводить занятия вот этот проект мы реализовывали при поддержке фонда президентских грантов мы его успешно реализовали двадцать первом году получился так что мы растянули аж на год мы провели фестиваль фестиваль придут подразумевает от соревнования вот тех кто научился кататься они пришли на этот фестиваль и показали свои умения и пока мы проводили вот этот проект пока мы собирали заявки было очень много запросов для детей а вот нам младше шести лет а вот мы хотим тоже научиться а вот пока дети катаются я вот мама я тоже хочу научиться и собственно родилась идея написать новый проект расширить немсколькую аудиторию на детей и на взрослых и мы назвали проект семья роллеров которое подразумевает обучение катанию на роликах детей и взрослых в формате семейных групп то есть как это вместе будут одни и те же элементы даваться да вот с нуля пришли все должны быть с нуля и все вместе учиться или как посмотрим там на состав школах такой формат уже практикуется и он имеет успех потому что совместное занятие своим ребенком она укрепляет и какие-то взаимоотношения то есть некоторые наоборот приходят именно для того чтобы пообщаться ребенком с ребенком там не дома за телевизором или там за планшетом а вот какую-то активность элементы сдаем мы по зависимости от возможностей то есть детки понятно чуть угоняет взрослых поэтому им даем более интересно более сложные ну а взрослым чуть полегче но может быть более такие интересные ну для которой для взрослого человека будут а какой-то итог предусматривается то есть может быть выступить выбрать для себя рано или поздно направлении в нем выступить на каких соревнованиях какой-то к будет выпускной какой-то для участников на дра выпускной будет на каждую на каждого ребенка на каждую семью рассчитано 6 занятий и мы подразумеваем что за эти шесть занятий мы дадим тот минимальные те минимальные базовые навыки которые позволят нам с чистой совестью спустить эту семью на улицу в парке кататься и они не разобьются и получат удовольствие от катания результатом проекта будут любительские соревнования там типа эстафет там с мама папа я дружная семья веселый старт на веселый старт а вот еще помните когда были форматы в полу марафоне раевича но это до пандемии вот такие варианты такие направления то есть преодолеть куда дистанцию есть это же тоже до разновидность роллер спорта правильно понимаю ну вот нас девятнадцатом году приглашал центральный округ чтобы совместно с ними провести забег и потом еще на набережной мы также проводили у нас есть насколько я знаю школа шорт-трека в энергии на левом берегу да да и они летом занимаются именно вот на ну можно сказать спецкейтингом нашей дисциплины но пока лед там идет профилактика они катаются на роликах также есть несколько взрослых спортсменов но они скорее все тоже ледовые ну я их частенько вижу на таких вот забегах который проводит наши мэрии а наоборот например роллеров на коньки например иногда то в качестве разнообразия есть смысл ставить или или лучше наоборот чтобы не путать не смешивая голове не было но вот опять же зависит от дисциплин ледовые фигуристы тренеры ревностно относятся к роликам и я их понимаю в этом есть нюансы потому что дети встав на ролике немножко начинает менять технику на льду потому что сзади есть пятка колесико на который стоит а впереди там не зубец вот наши детки наши тренеры выводят своих детей на лед потому что некоторые элементы гораздо легче понять как делать на льду потому что там легче катит потом они выходят назад на ролики и эти элементы у них получается то есть тут надо просто подходить с головой и И если тренер разрешает, то можно. А если еще это с вашим же тренером, который вас ведет на роликах, выйти на лед, то почему бы и нет. В этом даже есть польза. Ну, это как гимнасток иногда там просят, давайте поиграем в футбол вообще совершенно из другой сферы, чтобы мозг немного обновился. Мне вот в этой связи интересно. Смотрите, вы говорите, что есть тренеры, все это. Но как они появились в Новосибирске? Откуда взяли кадры в свое время? Это бывшие фигуристы или просто самоучки, которые пришли и работали? Или где-то есть подготовка профильная? В Новосибирске на роликах катаются давно. Гораздо раньше даже, чем я родился, можно так сказать. У нас есть замечательный коллектив «Театр на льду и роликах сказка», в котором, собственно, и я воспитывался, и, наверное, половина наших тренеров, которые сейчас работают в федерации и в ролер-школах. То есть нас научили кататься на роликах и на льду там. Мы параллельно тренировались там до Когорького и на стадионе «Сибирь». Собственно, у нас тренировки на льду на роликах были вместе. А часть тренеров у нас – это фигуристы, которые… Они сами не катаются на роликах, но уже поняли там нюансы и без проблем преподают и на роликах. По фристайл-слалому тут немножко сложнее с тренерами, потому что ролер-спорт достаточно молодой. фристайл-слалом тоже дисциплина молодая, поэтому тут либо идет перенятие опыта у других городов или там при посещении соревнований, мастер-классов, ну, либо там на собственном опыте. Интересно. А вот в Новосибирске всего ли хватает? Ну, то есть я так понимаю, что в коньке проблемы нет. Заказать, купить, найти в самих вот этих помещениях, например. Да, тем более, что у нас 8 месяцев зима в году. Да, и парк закрыт на реконструкцию уже второй сезон. Да, в Новосибирске не хватает ролер-дрома. Это, наверное, не только наша проблема, но и, в принципе, по всей России. И ролер-школы пока полностью все находятся на коммерции, а это, естественно, все упирается в деньги. А деньги – это барьер, который мешает несколько развитию. И, ну, как я считаю, при взаимодействии, при помощи государства или мэрии можно развивать. Ну, спасибо нашему управлению сельской культурой и спорта, который предоставляет нам соревнования, в том числе и темп, нам предоставило управление сельской культурой и спорта для проведения по муниципальному заданию. Им большое спасибо, потому что самостоятельно выйти и получить разрешение в спортивном зале с паркетом достаточно сложно. Все боятся за безопасность в паркете. А вот что касается в этой связи каких-то соревнований, а где еще можно будет в ближайшее время ролер-спортсменов? Вот, может, нас кто-то услышал, но хотел бы сам посмотреть, прежде чем там самому вставить на гигида или просто стало интересно. Где можно увидеть спортсмена, где соревнования ближайшие? К сожалению, у нас сейчас еще не сняты все ограничения в связи с коронавирусом, поэтому соревнования соревнования либо вообще ограниченные в плане зрителей, либо с ограниченным количеством зрителей. Ну, в основном это родители или там представители спортсмена. Посмотрим, что будет к маю. Я надеюсь, что... Ну, вроде сейчас послабления идут потихоньку. Да, нам снимут ограничения, и уже чемпионат России. Я очень надеюсь, что будет проводиться с зрителями, чтобы родители, для них это и для спортсменов это важное событие. Все хотят позвать своих бабушек, дедушек, друзей. Но, собственно, пока планируется 7 мая центр фехтования Познякова, чемпионат и первенство России по фигурному катанию на руках в коньках. Ну, это вот по фигурному катанию, да, то, что вы говорили, по Познякова. Да, по другим дисциплинам. По фристайл-слалам у нас планируется первенство на Сибирской области через месяц на роллер-дроме Артскейт, но там достаточно ограниченная площадка, то есть там зрителей мы вместить можем человек 10-15. Но если есть желание, можно с нами связаться на сайте Федерации и написать заявку, что вот мы хотим прийти посмотреть, мы что-нибудь из этого придумаем. То есть можно и попробовать покататься и посмотреть на других? По поводу попробовать, мы как Федерация продолжаем реализовывать уже закрытый проект, то есть мы за него отчитались, но это не значит, что мы закончили и все, и больше ничего не проводим. Мы продолжаем проводить бесплатные мастер-классы для всех желающих вот в рамках проекта «Я в движении, мы в движении». Опять же, можно найти в наших соцсетях информацию, либо подписаться на рассылку, и вам придет уведомление о том, что ближайший мастер-класс состоится тогда-то. Занятие происходит полностью бесплатно, то есть от вас требуется только присутствие, желание и подать заявку. Ну и, наверное, коньки можно в прокат взять где-нибудь. Вот, собственно, в рамках этого проекта у нас закуплены для Федерации ролики хорошие, на которых можно попробовать. Ну, вообще, мне кажется, кто ищет, тот должен обязательно найти. Ну что ж, я напомню нашему уважаемому радиослушателю, что сегодня у нас в гостях был Владимир Самойлов, президент Новосибирской Федерации «Роллерспорта». Большое вам спасибо, что пришли в эфир, и мы надеемся, что все получится, и зрители наконец-то пустят на чемпионат России. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин